Он опоздал, точнее задержался, на полчаса. Время журналисты коротали как могли. Желающие задать хотя бы один вопрос первому лицу региона съехали со всей области. Места за столом всем не хватило. Кому-то даже пришлось сесть прямо рядом с губернатором. Волнительно, конечно. Я даже не думала. Я просто села случайно сюда. Вот так вот зашла, быстро-быстро смотрю, опаздываю. Ну быстро поглядела, говорю, куда-куда, садитесь здесь свободно. Я просто прибежала и села. Когда раз, смотрю, ой, ну теперь уже как, вставать, уходить. Вот сижу. Я являюсь руководителем филиала «Российская газета» и с губернатором рядом сидеть мне, в общем-то, а сам Бог велел. Губернатор пришел вместе со своим пресс-секретарем и сразу извинился за задержку. У нас журналисты, какая, четвертая власть? Четвертая. Мы сейчас общались со второй властью, с депутатами законодательства собрания, поэтому несколько вопросов очень много и перспективных, и по итогам, поэтому несколько задержались. Много вопросов накопилось и у журналистов, например, о низкой явке на выборах губернатора. Но Олег Кожемяка сказал, что в других регионах была еще ниже, и он все равно считает себя всенародно избранным. О небольшой активности избирателя списал на плохую погоду и политический штиль. Может быть, он хочет стабильности и верит в то, что будет продолжаться то, что было. Может быть, он не видит какой-то особой интриги, когда нужно ему идти, обязательно отстаивать свое право. Он понимает, что в логике вещей ситуация будет продолжена, и кардинального ничего не произойдет. Кстати, скоро к прямым выборам вернутся и города с наемными сити-менеджерами. Губернатор считает это правильным. Многие вопросы были с местным колоритом. Тындинцы спрашивали про переселение из ветхого и аварийного фонда, свободницы про дороги, разбитые большегрузами, идущими на космодром. Зейских журналистов интересовала трасса Зея-Тыгда. Ее должны полностью отремонтировать к 2017 году, пообещал губернатор. А через пару лет начнут строить второй мост через Зею. Мы сейчас будем проводить конкурс на проектирование. За 2013 год должно быть завершено проектирование. Мост будет, я предполагаю, что сейчас из двух выборов, где-то или Октябрьская, или улица Горького. Мост будет пилонный, подвесной. То есть в 2014 году мы должны приступить к его строительству. Журналисты задавали не только серьезные вопросы. Поинтересовались, как Олег Кожемяка отдыхает, о чем мечтает. И даже предложили приютить у себя гималайского медведя Сему, которого могут усыпить за то, что напал на ребенка. Губернатор пошутил, что ему и с его собаками непросто. Вопрос на сегодняшний день. Либо усыпить зоопарк, его в цирк не могут задать, потому что на медведе нет документов. Либо конкретно сегодня заявлено на ЗМИ. То есть дадим медведям хорошие руки. Самая хорошая рука – это руки губернатора. Ну надо позаниматься вам, наверное, через средства массовой информации. Да, найти эти руки. То есть я могу чем-то помочь. Да, на первых этапах лучше питание какими-нибудь. С журналистами глава региона общался около двух часов. Уже под занавес его спросили, готов ли он вести свой микроблок в Твиттере, чтобы чаще общаться с журналистами. Олег Кожемяка ответил, времени у него на это нет. Даже на пресс-конференции не все успели задать свои вопросы. Часть ответов, кстати, можно было узнать еще до выхода материала в печать или в эфир. Кто-то прямо из зала успевал вести прямые трансляции. В Твиттере. Ольга Канюшкина, Василий Пронькин, Альфа Новости.